Автомобиль в наше время не роскошь, а средство передвижения. Роскошь – это те места, где можно его оставить. На что только не идут предприимчивые автолюбители, чтобы припарковать своего железного коня. Сейчас зайдем и посмотрим, как выглядят подъездные пути у жилого дома. Дворы многоквартирных домов – излюбленное место для парковки. Нет запрещающих знаков и совершенно бесплатно. Здесь занят любой кусочек земли. Зачастую такие хаотичные стоянки препятствуют проезду автомобилей экстренных служб. Но это не волнует владельцев машин. Вот так вот выглядит сейчас любой двор в Симферополе. Здесь припарковано много машин. Причем это машины не жителей домов, а тех, кто приехал просто припарковаться. Игорь Петров – житель многоквартирного дома по проспекту Кирова. Сетует, что не может заехать на машине в собственный двор. Нет места даже для маневра. Или я просто не заезжаю, или приезжаю, стараюсь сейчас в 6-7 утра что-то забросить и уехать. А так вообще проблематично. По оценкам ГИБДД, ежедневно на дорогах Симферополя находятся более 135 тысяч машин. И это при планировке еще с 70-х годов. Многие автовладельцы в поисках стоянки вынуждены бросать машины на тротуарах и газонах. Делать парковки какие-то платные не решают проблему. То есть, если раньше на дом из 100 квартир было, допустим, 10-15 машин, то сейчас на 100 квартир 150-200 машин. Чтобы разгрузить город от пробок, уже запустили эвакуаторы. Установили соответствующие знаки. Даже парковаться вдоль некоторых улиц запретили. Но где же оставлять водителям машины, если новые паркинги не открывают, а старых не хватает? Если невозможно уменьшить количество машин и запретить въезд в центр, то единственный выход – брать плату за стоянку. Так считают городские власти. Первые 50, ребята, следующие 100 рублей. Сейчас в Симферополе 17 платных парковок. Они работают по единому тарифу. Первый час за парковочное место – 50 рублей. Все последующие – 100. При этом на каждой парковке 10% мест предусмотрено для граждан льготных категорий. Хотелось бы дешевле и побольше места. Маловато парковок, конечно. Я работаю 5-6 часов, то 500-600 рублей. Столько не зарабатываю, буду ездить на маршрутке, конечно. Уже в следующем году приступят к строительству многоуровневой стоянки в Симферополе. Места, инвесторы и проекты уже есть. В Симферополе две проблемы – это парковки и дороги. Но, скорее всего, пока не будут введены в эксплуатацию объездные пути вокруг Симферополя и не отремонтированы все дороги, эта проблема будет открытой. Айши Шулакова, Виталий Голубев, телеканал Милет.